всем привет вы на канале есть вопрос сегодня мы с вами создадим игру своими руками которая будет направлена на развитие логического мышления мелкой моторики цветового восприятия ну и много чего еще и так что нам для этого понадобится нам для этого понадобится прищепки прищепки можно купить в любом хозяйственном магазине желательно чтобы они были деревянные на них проще наносить цвет что мы делаем с прищепками сразу поясним прищепки нам нужны для того чтобы нанести на них цвет и для того чтобы потом с ними работать то есть вот мелкая моторика как раз у нас будет развиваться за счет вот этого движения щипательного цвета мы наносим желательно такие же как здесь изображены потому что александр приготовил для вас раздачу и на этой раздаче уже есть карточки именно с этими цветами все вам продемонстрирую вот так это выглядит то есть это уже готовые карточки для работы с вашими детьми их нужно всего лишь только вырезать и можно свободно работать также есть образцы которые без цветового нанесения то есть в принципе вы можете делать любые цвета и раскрашивать тогда сами масса вариантов все для вас так что нам дальше еще понадобится ну понятно что то для нанесения цвета то есть это у нас допустим акварель можно использовать фломастеры что угодно в общем все чем можно раскрасить нам понадобится клей и ножницы чтобы вырезать что мы будем вырезать опять же александр заботливо приготовил для нас образец который можно легко сложить вырезать и поставить на стол будет он выглядеть вот так таким чудесным ежиком если вам нужно основательно подготовиться и надолго допустим эту заготовку можно сделать ее на твердом картоне не как на у меня на бумаге на твердом картоне на твердой бумаге чтобы она держала форму вот у нас сложенный в два раза ежик выглядит вот так и мы еще проклеили его картонкой снизу чтобы он более устойчиво стоял столе и на него нужно было ставить прикреплять прищепки то есть он не будет падать если же вам нужно допустим на один раз можно просто вырезать вот таким образом ежика из этой основы либо укрепить его картонной вот такой вот основой либо просто работать так потому что прищепки в принципе держится и на таком ежике в общем вариантов опять же масса выбирайте удобный для вас все основное мы для вас уже приготовили это все будет прикреплено отдельным файликом под видео так вырезали мы с вами ежика укрепили его что нам понадобится что мы еще даем ребенку мы еще ребенку даем вот такие карточки у меня они не вырезаны и понятно что мы предлагаем ребенку карточки по одной то есть вот мы ее вырезаем и предлагаем уже световым решением ребенку нужно повторить по образцу то же самое что изображено на данном ежике например вот если мы работаем или давайте его вырежу чтобы понять мы работаем с одной карточкой да мы предлагаем одну карточку ребенку кладем перед ним чтобы он не отвлекался на все остальные сразу это оговариваю потому что это очень важно стопочкой мы карточки перед ребенком не выкладываем это будет отвлекать его внимание и он не сможет сосредоточиться вот такая у нас карточка вот такой у нас ежик да выкладываем ставим ежика можем ставить его также то есть как вот он смотрит у нас носиком сюда ставим также образец можем усложнить ребенку задачу и повернуть например вот так то здесь уже будет работать немножко другие зоны мозга потому что ежик повернут другую сторону соответственно ребенку нужно понять что мы идем от носика и от носика у нас пойдет красный цвет зеленый желтый синий желтый так вот данном случае я к себе его поворачиваю лицом соответственно я прицепляю красную зеленую что у нас работает до ребенок у нас берет прищепку он ее разжимает это работает мелкая моторика а в чем прелесть мелкой моторики многие родители недооценивают вот эти моменты то есть им кажется что такого ну разжал им прищепку мелкая моторика на самом деле очень классная штука она у нас активизирует все все познавательные все мыслительные процессы в принципе активизируют мозг и ученые уже давно доказали что центры работы мелкой моторики то есть рукой да когда вы совершать какие-то мелкие движения очень тесно связаны с центрами развития речи то есть ваш ребенок разжимая сжимая прищепку вот просто сделай вот такое движение в это время активизирует центры речевого развития это очень круто и этим нельзя не воспользоваться вот такой у нас красавчик получился он соответствует образцу и мы хвалим ребенка говорим молодец давай попробуем еще с одним ежиком повторим его последовательность также мы развиваем понятие цвета то есть мы здесь изучаем цвета также мы с вами получается умеем действовать по образцу ребенок до который идет в школу для него это очень важно умеет действовать по образцу и соответственно он перенося с карточки на реальную модель последовательность он развивает логическое мысли мышление то есть ему нужно понять что изображено на карточке как это будет на на таком вот ежики реальным до практически реально существующим и переносит сюда правильную последовательность самое главное чтобы цвета были расположены правильно ну что мы с вами сделали я считаю что чудесную красивую яркую красочную игру мало того что она красивая она еще и очень полезная и я думаю что достаточно интересная для ваших детей потому что здесь очень много всего задействовано и даже та же самая нетрадиционная игра да с обычными прищепками ребенка очень сильно увлечет всем известно что детям очень нравятся такие предметы из быта а когда мы их используем таким каким-то необычным оригинальным способом то это завлечет вашего ребенка в эту игру и поможет ему развить новые навыки на сегодня это все ставьте лайки не забывайте подписываться на наш канал ждем ваших комментариев всем пока пока